Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мобилизация. Ой, извиняюсь, частичная мобилизация. Сегодня, а то есть 21 сентября ранним утром, Путин объявил о частичной мобилизации. Наверное, многим, кто слушал обращения президента Российской Федерации, хотелось бы верить, что всё хорошо, всё идёт по плану, меня это не коснётся и так далее. Но сейчас я вам кое-что объясню, и надеюсь, вы поймёте, что в конечном итоге мобилизация коснётся и вас. Для некоторых это будет очевидно, но, увы, к сожалению, не для каждого. Поэтому и выходит такое нестандартное видео для этого канала. На самом деле, стоило ожидать мобилизации. Несмотря на то, что буквально ещё вчера говорили, что никакой мобилизации не планируется. Действительно, ещё вчера были подобные заявления, в том числе и от Пескова. Почему всё-таки стоило ожидать мобилизации? Во-первых, самое очевидное – власти также врали, что не собираются нападать на Украину. И опять-таки, врали, не недоговаривали, а именно нагло врали до последнего момента. А во-вторых, самый очевидный шаг. Ещё вчера, а то есть 20 сентября, Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Поправками вводится целый набор новых статей у КРФ. Добровольная сдача в плен – статья 352.1. И мародёрство – статья 356.1. За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародёрство – вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления в период мобилизации или военного положения в военное время, статья 63. Неисполнение подчинённым приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, военное время, либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет. Вводится также группа статей о неисполнении государственно-оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта. То есть, было понятно, что такие поправки к чему-то ведут, и были введены на скорую руку после того, как Украина за считанные дни отвоевала всю Харьковскую область. Помимо этих правок в срочном порядке были объявлены референдумы в некоторых областях Украины, пока их тоже не отвоевали. При этом Шойгу заявляет, что Украина потеряла уже половину армии – 61 тысячу погибших и 49 тысяч раненых. Но российских военных погибли 5937 человек, якобы в 10 раз меньше. Очевидно, в эти цифры никто не верит, в том числе солдаты российской армии. Мы сделали опрос в нашем новостном телеграм-канале, и там 90% человек не верят. Да, это не показатель, но послушайте дальше. Самый популярный вопрос, который может возникнуть – если потери РФ такие маленькие, тогда нахрена нужна мобилизация? И на этот вопрос вам никто внятно не ответит. И это при том, что скрытая мобилизация, если её можно таковой назвать, работала уже давно. Пригожин летал по всем колониям и призывал заключённых идти воевать, а взамен получить помилование. На что многие соглашались. Ректоры некоторых университетов обещали вместо Академы Отпуска зачёты по всем предметам, если студенты будут принимать участие в военных действиях. Во всех городах давно висят плакаты с пропагандой, которые давят на долг перед защитой Родины. Хотя какое отношение сибиряк имеет к Запорожью – не совсем понятно. И тому подобные призывы идти на контракт. И несмотря на это, с учётом того, что количество военных постоянно пополнялось, а они успевали побывать на войне, ведь есть видео с зэками на поле боя, людей каким-то образом всё равно не хватает. Украинская сторона и независимые наблюдатели называют от 50 тысяч погибших солдат армии РФ, что равняется числу потерь украинской стороны. Но даже при таком раскладе, в последнее время Украина с каждым днём возвращала обратно всё больше территорий. Вам могут показывать полно красивых видео, где работает тяжёлая артиллерия по украинским городам, как солдаты не падают духом. Но стоит вам перейти в телеграм-канал Фландерс 18+, и вы увидите тот контент, который вам не покажут по новостям и в пророссийских каналах. Это полно трупов, останки сгоревших заживо солдат рядом с уничтоженной военной техникой. Видео, на которых дроны незаметно подлетают и забирают жизни огромного количества солдат, когда они этого совсем не ждут, и многое другое. Война – это страшная вещь. Если вы хотите лично убедиться в этом, то в описании и в закреплённом комментарии будет ссылка на мой основной телеграм-канал – Убежище. А уже там будут все остальные ссылки. Если верить словам русской элиты, что на спецоперации участвовали изначально 100 тысяч человек, то 100 минус 6 равно 94. 94 тысячи живых бойцов, которые всё ещё стоят на фронте и отважно, в кавычках отважно, убивают кучами украинцев. И это без учёта новых мобилизированных людей, о которых я говорил ранее. То есть получается, что потери мало, но и при этом почему-то не хватает солдат. Вам не кажется, что всё это – враньё? Может быть, стоит чаще задаваться подобными вопросами и что-то предпринимать? Потому что в скором будущем думать вам будет, как говорится, неположно. И поэтому давайте подробнее про мобилизацию, и я объясню, почему могут забрать практически любого, включая тебя. В опубликованном указе президента России мобилизация названа частичной, в принципе, как и в обращении. Но никакие параметры этой частичности – ни территориальные, ни категориальные – не обозначены. Указ никаких деталей мобилизации не даёт. Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически, Минобороны РФ могут решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на убой. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особые нужные специальности, сказано о выступлении, но не в указе. Всё для публичности, но вскоре по этому же указу без каких-либо правок можно будет забрать практически любого. Даже тебя могут забрать, и при этом данный случай не придадут огласки, ведь всё по указу. А то, что Путин говорил другое, ну, говорил и говорил. На фоне этой новости, все прямые билеты из Москвы в Стамбул и Ереван были раскуплены за несколько минут. В России, по данным Google Trends, резко вырос запрос «как сломать руку». Российский рынок акций сегодня в начале торгов рухнул на 8%. Вчера он обводился примерно так же. Падение продолжается. Швейцарский банк Credit Suisse ещё вчера указал. Благосостояние России сейчас сравнялось с благосостоянием США в 1908 году. И самое забавное, что те люди, которые топят за мобилизацию в комментариях, почему-то ещё не на контракте и не принимают участие в военных действиях. То есть они хотят воевать, но ждут, пока их заставят. Интересные люди. Вы сами видите, куда всё катится, и пока конкретно тебя это не коснулось, могу лишь сказать, что есть два разумных выбора. Свалить из страны и свергнуть власть. Да, сказано громко, можете сказать, что сделать такое сложно, но знаете что легко? Умереть на войне. Для этого усилий никаких не нужно, поэтому выбирать вам. И я не могу не сообщить, что сегодня, а именно 21 сентября, будет вся российская акция протеста. Участвуют центры всех городов. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин, отцов, братьев и мужей будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придёт в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только профессионалы, и что они победят. Выяснилось, что они побеждают, и на фронт стали набирать заключённых. А теперь объявлена мобилизация. Значит, положение крайне тяжёлое. Война больше не где-то там. Она пришла в Россию. И люди должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который поверг в Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету. Депутаты и чиновники, которые ежедневно вопили о необходимости мобилизации, останутся в своих тёплых креслах живыми и здоровыми. И их дети тоже. Весна объявляет всероссийскую акцию против мобилизации с призывом выходить на улицы российских городов уже сегодня в 19.00. Акция протеста – это только начало. Весна уверены, что решение о мобилизации может стать концом для этой власти. Сейчас в стране нужно выходить. Всё в ваших руках. Я не могу сказать, что я согласен, что это действительно так, но попробовать стоит, пока не слишком поздно. Ну а я ухожу. Красиво уходить уже даже не хочется. Поэтому никакой танцующей жабы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok